Мало не покажется. Жилищники нашли новый способ борьбы со своими должниками. Они объединились с энергетиками. Если раньше энергетики судились с управляющими компаниями, то сейчас будут прямо с жильцами. Должникам в таком случае придется оплатить не только просрочку, пение и штрафы, но и юридические труды энергетической компании. Наталья Ковальчук с подробностями. Более миллиарда рублей на сегодня задолжали энергетикам красноярские управляющие компании. В свою очередь жилищники уверяют, это собственники квартир не торопятся платить. Бороться с ними пытаются разными способами, в том числе перекрывают канализацию. Но и в таких условиях должники остаются должниками, а юристы жилфонда сознаются в бессилии. За 9 месяцев 2013 года подано 9600 исковых заявлений на 560 миллионов рублей. Мы работаем, 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 а вот снижение задолженности происходит. Отныне инициировать судебное разбирательство по задолженности в их отрасли решили сами энергетики. Придется оплачиваться и судебные издержки в том числе. То есть мы пытаемся, повторюсь, исправить ситуацию к тому, чтобы уже на подсознательном уровне каждый собственник для себя определил, что не платить будет дороже, чем заплатить за коммунальные ресурсы. А если дело дойдет до судебных приставов, то тут тоже действует современная система. По домам с протяунтой рукой приставы не пойдут. Спишут деньги с любого электронного счета должника. С зарплатной карточки, с пенсии и даже платеж по кредиту может уйти в пользу истца. А коммунальному должнику останется испорченная кредитная история. В период становления службы были какие-то попытки банкиров, что называется, качать права, прикрываться законом о банковской таянии и так далее и тому подобное. Сейчас этого не происходит в принципе. Запрос судебного пристава и тут же идет списание. Быстрее всего прогрессирует долг перед коммунальщиками у жителей Ленинского района. Раньше следом шел Кировский, а сейчас его к удивлению специалистов потеснил, казалось бы, благополучный Октябрьский. А вот лучше всего платят жилищно-коммунальные услуги, а следовательно дорожат своим имуществом, оно и понятно, жители центра Красноярска. Наталья Ковачук, Григорий Зимин, Вести, Красноярск.